Украину ждут некоторые важные нововведения касательно процедуры получения военной помощи от наших американских союзников. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон. По мнению республиканца и его единомышленников, Украина должна заплатить за предоставленное ей оружие. Даже президент Трамп говорил о кредитной концепции, где мы не просто предоставляем иностранную помощь, мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время. Несмотря на довольно расплывчатую формулировку конгрессмена, многие западные, да и украинские таблоиды сделали довольно однозначные выводы со слов республиканца, предположив, что таким образом штаты намекают на сокращение помощи официальному Киеву и готовят президента Зеленского к тому, что за очередную партию оружия из-за океана уже придется платить. Украина не может позволить себе никаких дальнейших задержек. Мы видим, что происходит в Украине последние несколько недель, месяцев. Бездеятельность конгресса приводит к тому, что Украина теряет свои позиции на поле боя. Однако то, что со стороны и выглядит как бездеятельность конгресса Соединенных Штатов, на деле может наоборот стать для Украины спасательным кругом в сегодняшнем положении на фронте, поясняют уже военные эксперты и аналитики. Это компромисс между той позицией, которую занимает Дональд Трамп, и тем, какую позицию занимают демократы. Это же фактически тот самый ленд-лис. То есть ленд-лис – это бери, пользуйся, потом плати за то, чем пользовался. То, что нам в самом начале предлагали. Выходит, вместо того, чтобы безропотно ждать очередных военных подачек от Запада и США, Украина получает уникальную возможность в кратчайшие сроки заказывать и получать все необходимое ей оружие. Это не идеальный вариант для нас. И Белый дом уже четко сказал, что он скорее бы хотел видеть тот вариант, который был до этого проголосован в Сенате. Но в то же время, если это беспроцентный, бессрочный кредит, то это снимает любые ограничения. Если в кредит, то мы говорим, набираем все, что можем, отдадим потом. Так ведь лучше, правда? Мы можем сказать, 100 танков нам дайте, потом расплатимся. Или 500 танков дайте. То есть это тот самый ленд-лис, который не заработал. Что лучше, 3 танка, 1 самолет бесплатно или 200 танков, 100 самолетов в кредит, потом решим. Может быть, потом нам Евросоюз поможет закрыть. Другие страны. К слову, оплатить все запрошенное Украиной у США оружие для победы над оккупантом может и сама Российская Федерация. Да, вам не послышалось. На погашение военных кредитов перед союзниками Украина может направить, к примеру, арестованные за границей активы Кремля. Мы с 2022 года как государство работаем над тем, чтобы получить эти средства и замороженные активы РФ по всему миру работали на возобновление нашей инфраструктуры и нашей обороноспособности. Будет ли Украина расплачиваться за американское оружие, изъятыми у Путина нефтедолларами, или не станет платить за него вовсе, понятно станет уже в ближайшее время. Спикер палаты представителей Майкл Джонсон уже пообещал после Пасхи незамедлительно поставить на голосование пакет военной помощи Украине. Проблемной составляющей в принятии нового закона есть то, что за него снова должен голосовать Сенат. То есть заново, полностью процедура должна пройти от начала и до конца. Я напомню, это может растянуться на недели, а то и месяцы. Если же конгрессмены выберут за основу проект демократов, а не республиканцев, отгрузка боеприпасов в Украине начнется незамедлительно. Оружие приходит в Украину приблизительно через неделю, полутора, максимум две недели после того, как утвержден первый транш. Для нас сейчас на этом этапе, в какой бы форме эта помощь не пришла, эта помощь является крайне необходимой. И хоть и с опозданием, но все-таки нужно, чтобы она как можно скорее уже поступила в Украину и как можно скорее этот бюджет проголосовали. Продолжение следует...